Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Захарии, обратимся к 12 главе. В 12 главе продолжается, судя по всему, пророческое предъявление читателю той истории, которая происходит в отношениях Бога и народа, в тех отношениях, которые реализуются через Христа, доброго пастыря. В предыдущей главе Господь говорил через пророка о том, что этот добрый пастырь отвергается, от завета люди отказываются, и в качестве платы расторгающий договор, так сказать, неустойки по договору, выплачивают доброму пастырю 30 серебряников, которые в конце концов идут в церковное хранилище для покупки земли горшечника. Здесь, в 12 главе, Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека, внутри него говорит. Видите, Бог характеризуется по отношению к своему творению, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух. Вот этот Бог, творец неба и земли, говорит, что Иерусалим станет чашей иступления для окрестных народов, тяжелым камнем для всех племен. Все племена будут пытаться овладеть Иерусалимом, ни у кого ничего не выйдет, и всякого коня Господь поразит бешенством, и всадник его безумием. И князья Иудины скажут в сердце своем, что жители Иерусалима в Боге непобедимы, и сила всех этих князей и властителей, сила в людях, которых укрепляет Бог. И в тот день я сделаю князей Иудиных жаровней с огнем, так что все соприкасающиеся с ними будут вспыхивать и сгорать, и в тот день Господь будет защищать жителей Иерусалима. Самый слабый будет, как Давид, а дом Давида как Бог, как ангел Господень, и истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Строго говоря, можно, конечно, считать, что это пророчество исполнилось, потому что действительно, кто только не нападал на Иерусалим, и где они все. Но, вероятно, не только исторические события имеют в виду здесь Господь, говорящий через пророка. Здесь речь идет, мне кажется, в первую очередь о все том же присутствии Бога, которое становится краеугольным камнем, на который опираются люди. А на дом Давида, говорит Господь, и залью дух благодати и умиления. Хорошо, замечательно. Дух благодати и умиления. А как быть с тем, что пастыря, который Бог дал Иерусалиму, они отвергают? И вот здесь, в конце 12 главы, в частности, в 10 стихе, говорится о том, как, по крайней мере, как минимум, как пророк видит в себе спасение людей. А на самом деле, скорее всего, как Бог его видит. Здесь говорится о ком-то пронзенном, том, кого пронзили копьем, на кого будут смотреть дом Израиля, жители Иерусалима, и каждое племя отдельно, и будут рыдать о нем. Они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как об единородном сыне, и скорбеть, как о первенце. В общем, речь идет о отвергнутом пастыре добром, о том, кто умирает, пронзенный копьем в сердце, и только глядя на которого люди в состоянии осознать весь ужас того, что мы совершаем по отношению к Богу, весь ужас того предательства, которое совершаем мы. И эти раны доброго пастыря, того, кого Бог приводит спасти народ Божий, эти раны становятся источником исцеления, потому что люди оказываются способны заплакать, пожалеть, пожалеть. Будут смотреть на того, которого пронзили. Как вознес Моисей змею в пустыне, так будет вознесен сын человеческий. Будут смотреть на него и исцеляться. Способны заплакать о трагедии креста, о том, что происходит между лично тобой и лично Богом. Способность возрыдать об этой трагедии человеческого предательства и делает нас людьми, и делает нас способными принять Божье спасение. поэтому так важно для нас помнить о крестной цене, которой Бог искупает нас, потому что только когда наше сердце поворачивается в нас от скорби и сострадания, как Божье сердце поворачивается о нас, только тогда мы становимся по-настоящему людьми, только тогда внутри нас что-то меняется, не в обстоятельствах, а обстоятельства Бога подсильные. Проблема ведь в том, чтобы в человеческом сердце изжить грех и выезженное грехом в человеческом сердце возместить живой плотью, да, вот сердце плотяное, вот как это делается, вот так, когда будут рыдать о том, которого пронзили, тогда наше сердце из каменного может стать плотяным, и это путь для каждого отдельный. пророк говорит, каждое племя особо, дом Давида особо и жены его особо, дом Нафана отдельно, жены отдельно, все вот, так сказать, торжественно по кланам и племенам плачут о том, которого пронзили. И это возвращает нас к человеческому состоянию из скотского. КОНЕЦ